Вы когда-нибудь видели мост, который поворачивается вокруг своей оси? Представьте себе дорогу, которая резко уходит вниз, как на американских горках. Или мост. Такой длины, что пропадает на горизонте. Инженеры по всему миру создают мосты, после которых остается лишь один вопрос. Как вообще они это сделали? В этом видео я покажу вам сооружения, которые поражают воображение. Мост Эшима-Охаси В Японии, на острове Хансю, находится мост, который выглядит так странно, что с трудом веришь в его реальность. Его крутой наклон пугает даже опытных водителей. А на фотографиях кажется, что машины буквально взлетают в небо. На самом деле все не так страшно. Но оптическая иллюзия делает его одним из самых впечатляющих мостов в мире. Построенный в 2004-м, он соединяет города Мацуэ и Сакаиминато, позволяя судам свободно проходить под ним. Длина моста более полутора миль, а высота в самой большой точке достигает почти 150 футов. Угол наклона здесь 6%, что делает его одним из самых крутых мостов в мире. Однако на самом деле дорога достаточно безопасна. И если смотреть на мост сбоку, его наклон не выглядит столь экстремальным. Инженеры решили сделать его таким, чтобы избежать строительства разводного моста. Эшима-Охаси в своей манере отражает способность японцев совмещать высокую функциональность с причудливыми дизайнами. А самое главное, что из-за своей формы он стал популярным местом для фотографий и даже появился в нескольких японских фильмах. Гейтсхетский подмигивающий глаз не похож ни на один мост, который вы когда-либо видели в своей жизни. В голове сразу всплывает вопрос – это вообще реально? Он расположен в северо-восточной Англии и соединяет города Гейтсхет и Нью-Кассел через реку Тайн. Открывшись в 2001-м, он ознаменовал наступление нового тысячелетия. Этот мост стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей региона и символом современной архитектуры. Его уникальность заключается в необычной конструкции. Это первый в мире наклоняемый мост, который может поворачиваться на 40 градусов, чтобы пропускать суда. Этот процесс напоминает подмигивание, что и дало мосту его второе название. Его длина составляет 413 футов, а вес – около 850 тонн. Несмотря на свои размеры, он выглядит легким и изящным благодаря изогнутой форме и использованию современных материалов. Мост Миллениум предназначен для пешеходов и велосипедистов, что делает его важной частью инфраструктуры для жителей и туристов. Ночью мост подсвечивается разноцветными огнями, создавая фантастическое зрелище и добавляя ему еще больше привлекательности. Это не просто мост, а произведение искусства, сочетающее в себе функциональность и эстетику. Его строительство обошлось в 22 миллиона фунтов стерлингов, но он быстро окупился, став популярным местом для прогулок и фотосессий. Мост Нанпу Это один из самых впечатляющих и узнаваемых мостов не только Шанхая, но и Китая, ставший символом современной архитектуры и инженерной мысли. Открытый в 1991-м, он пересекает реку Хуанпу, соединяя старую часть города с новым районом Пудун. Его общая длина составляет около 5 миль, что делает его одним из самых длинных вантовых мостов в мире. Главная его особенность – это уникальная эстакада, которая поднимается на высоту 150 футов и закручивается в виде спирали. Это решение было принято для экономии пространства в густонаселенном городе, а также для удобства въезда и выезда на мост. Спираль стала одной из самых фотографируемых частей моста, особенно в ночное время, когда она подсвечивается тысячами огней, и создавая фантастическое зрелище. Мост поддерживают две массивные башни высотой почти 500 футов, от которых расходятся стальные тросы, удерживающие конструкцию. Это не только придает ему устойчивость, но и делает его визуально легким и изящным. Мост Нанпу – это не просто инженерное сооружение, а символ стремительного развития Шанхая и его стремления к инновациям. Он напоминает о том, как современные технологии могут преображать городской ландшафт, делая его функциональным и эстетически привлекательным. Представьте прогулку по мосту, который выглядит прямо как цепочка ДНК и при этом светится в ночи. Звучит как описание будущего из фантастического фильма, не правда ли? Но погрузиться в такую атмосферу можно уже сегодня, в Сингапуре. Расположенный в заливе Марина Бэй, мост Хеликс связывает деловой центр с прогулочной зоной, став важной частью пешеходного маршрута. Открытый в 2010-м, он быстро превратился в одну из самых популярных достопримечательностей города, привлекая как туристов, так и местных жителей. Что делает этот мост таким уникальным? Прежде всего, его форма. Он выполнен в виде двойной спирали, напоминающей структуру ДНК, что придает ему не только эстетическую привлекательность, но и глубокий символический смысл. Длина моста – 920 футов, а его конструкция держится на стальных тросах, которые создают впечатление легкости и воздушности. Мост Хеликс предназначен только для пешеходов и велосипедистов, что делает его идеальным местом для неспешных прогулок и отдыха. Ночью мост преображается, тысячи ламп зажигаются, подсвечивая его спирали и создавая магическую атмосферу. Золотой мост Во Вьетнаме, в живописных горах Ба-На, находится один из самых необычных пешеходных мостов в мире – «Руки Бога». Открытый в 2018-м, он мгновенно привлек внимание всего мира благодаря уникальной конструкции. Он словно поддерживается двумя гигантскими каменными руками, которые выглядят так, будто выросли из земли. Они сделаны из стекловолокна и покрыты специальным составом, чтобы выглядеть как старые каменные скульптуры. Сам мост длиной 500 футов выполнен в золотистых тонах, что добавляет ему величественности и гармонично сочетается с окружающей природой. С него открываются потрясающие виды на горы, покрытые густыми лесами и бескрайние просторы Вьетнама. Кстати, именно благодаря открытию моста удалось в несколько раз увеличить количество туристов. «Руки Бога» – это не просто мост, а произведение искусства, которое сочетает в себе природу, мифологию и современный дизайн. Но порой, чтобы привлечь внимание к мосту, достаточно просто проявить немного креативности. Мост Лагуна Гарса Поначалу сама его форма вызывает вопросы – а зачем делать мост круглым, если можно просто проехать напрямую? Но обо всем по порядку. Он был построен в 2015-м в Уругвайе архитектором Рафаэлем Виньоли. Мост соединяет департаменты Мальдонадо и Роча, решая давнюю транспортную проблему. Раньше здесь использовался паром, но из-за плохой погоды и ограниченной пропускной способности возникла необходимость в мосте. Но вопрос остается тем же – почему просто не сделать прямую дорогу? Круглая форма моста имеет практические преимущества. Встречные полосы разведены по разным полукругам, что исключает риск столкновений. Скорость движения ограничена до 20 миль в час, что повышает безопасность и позволяет наслаждаться видами на лагуну и Атлантический океан. На мосту есть смотровые площадки, тротуары для пешеходов и велосипедистов. Его длина – 800 футов, диаметр круга – 360, а удерживают его 16 опор. Лагуна Гарсон не только улучшил транспортную доступность, но и повысил туристическую привлекательность региона, принося доход в местный бюджет. А ночная подсветка делает его особенно красивым, подчеркивая уникальность этого инженерного сооружения. Акведук Велувемейер Все мы привыкли к тому, что если есть река, а через нее идет мост, то дорога идет сверху. Видимо, голландские архитекторы подумали, как бы не так. В Нидерландах, стране каналов и мостов, находится уникальное сооружение – Акведук Велувемейер. Главная его особенность в том, что он позволяет машинам двигаться под каналом, а судам – по воде, что делает его одним из самых необычных решений в транспортной инфраструктуре. Акведук был построен для решения проблемы пересечения автомобильной дороги и канала, соединяющего озеро Велуве и Эйселмер. Традиционные мосты в этом месте были бы менее практичны из-за особенностей ландшафта и необходимости обеспечить беспрепятственное движение как для транспорта, так и для судов. Акведук Велувемейер стал идеальным компромиссом. Автомобили едут по тоннелю длиной 80 футов, который проходит под каналом, а суда спокойно плывут по воде над ним. Сооружение выполнено из бетона и стали, а его конструкция обеспечивает безопасность и удобство для всех участников движения. Акведук стал не только важным транспортным узлом, но и популярной достопримечательностью, привлекающей туристов и любителей инженерных чудес. Этот проект демонстрирует, как современные технологии позволяют гармонично вписать инфраструктуру в окружающую среду, сохраняя функциональность и эстетику. Магдебургский водный мост Если в Нидерландах построили такой на первый взгляд сюрреалистичный акведук, в Германии поступили еще удивительнее. Магдебургский водный мост – это поистине уникальное инженерное чудо. Его проект был задуман еще в 20 веке, но строительство завершилось лишь в начале нулевых. Мост, протяженность которого составляет больше, чем полмилли, соединяет два канала – Эльба-Хафель и Среднегерманский канал. С его помощью корабли могут обходить участок реки Эльба, где раньше располагались шлюзы. Это первое в мире сооружение такого типа, позволяющее судам двигаться по водам, пересекающим другие, без необходимости переправляться через дамбы. Самое интересное, что для строительства этого моста использовались технологии, не применявшиеся до этого в Европе, такие как мостовые опоры, включающие в себя шлюзы для плавного пропуска судов. Стоимость проекта составила около полумиллиарда евро, а его открытие стало настоящим событием для Европы. Магдебургский водный мост – это доказательство того, что грани инженерии могут быть раздвинуты для создания столь удивительных строений. Виадук Мио До этого я показал вам мосты причудливых форм или странных предназначений. Но сейчас я расскажу про действительно грандиозный проект, который просто захватывает дух. Виадук Мио – это не просто мост, это символ инженерного гения и амбициозности Франции конца 20-го и начала 21-го века. Это гигантское сооружение длиной в полторы мили и высотой больше чем в 1100 футов было построено для улучшения транспортной сети, соединяющей север и юг Франции. Строительство Виадука заняло 3 года. Мост пересекает долину реки Тарн на огромной высоте, из-за чего он стал самым высоким мостом в Европе, а также одним из самых высоких в мире. Виадук спроектирован так, чтобы минимизировать влияние на окружающую природу, это позволяет ему не нарушать экологический баланс региона. Поразительно, но для строительства моста было использовано более 200 тысяч тонн бетона и стали, а каждая опора была спроектирована с учетом сильных ветров и сейсмической активности региона. Сегодня Виадук Мийо является частью автомобильной дороги А75 и привлекает тысячи туристов, желающих полюбоваться величественным сооружением. Мост через озеро Панчартрейн Если Виадук Мийо грациозно возвышается над долиной, то этот мост уходит настолько далеко вдаль, что растворятся в горизонте. Он расположен в штате Луизиана, США. Это невероятно длинная конструкция, протянувшаяся на 24 мили. Соединяет города Новый Орлеан и Мондевиль. Этот мост десятый по длине в мире и до недавнего времени был самым длинным надводным пространством. Мост был построен в конце 60-х и позволил полностью отказаться от паромной переправы или объезда озера по восточному или западному побережью. Он состоит из двух отдельных автомобильных мостов, обеспечивающих свободное движение в обоих направлениях. С его постройкой путешествие с северного берега озера до Нового Орлеана сократилось до часа, а сам он стал важнейшей частью транспортной сети в регионе. Но даже учитывая колоссальную значимость и пользу моста, его было недостаточно для того, чтобы пропускать огромное количество транспорта в период после катастрофы урагана Катрина. После того, как многие части моста были затоплены, его реконструкция стала важнейшей задачей для восстановления инфраструктуры региона. Мосты могут соединять разные части города. Сами города между собой, острова с континентом и так далее. А теперь представьте, что существует такая конструкция, которая соединяет между собой целых две страны – Швецию и Данию. Он является частью уникального комбинированного сооружения, состоящего из моста, тоннеля и острова. Его протяженность составляет 10 миль, и он соединяет шведский город Мальмё и столицу Дании Копенгаген через пролив Эрисун. Мост был открыт на границе 20 и 21 века, как бы олицетворяя не только границу между двумя странами, но и двумя тысячелетиями. Он стал важнейшим транспортным путем для туристов и жителей обоих государств. Его строительство потребовало огромных усилий, так как проектирование и реализация нуждались в согласовании между двумя странами. Стоимость моста составила 3,5 миллиарда евро, а часть конструкции была спроектирована с учетом специфических климатических условий, таких как сильные ветры и обледенение. Мост Васка-Дагаман Но отнюдь не Швеции и Дании принадлежит самый длинный мост в Европе, потому что он находится в Португалии. При виде него не верится, что люди могут самостоятельно построить такую громадину. Этот 11-мильный мост был построен в конце 90-х годов 20 века для того, чтобы улучшить транспортную доступность региона Лиссабон и разгрузить центральную дорогу в столицу, которая часто переполнялась. Мост стал важным шагом в развитии инфраструктуры Португалии, а его уникальная конструкция и многополосное движение позволяет эффективно справляться с большим потоком автомобилей. Удивительно, но проект был реализован всего за 4 года, что является исключительным примером качества работы строительных компаний того времени. Также важно отметить само название моста. Он был назван в честь самого знаменитого португальца – Васко Дагамы, мореплавателя, который открыл морской путь в Индию. Символично. Не находите? Гельштальский мост. До этого я рассказывал про мосты, построенные либо в нашем, либо в прошлом веке. Но что если я скажу вам, что существуют колоссальные сооружения, которые были возведены даже без применения современных технологий? Гельштальский мост – это старинная инженерная конструкция, которая была построена в середине 19 века и стала первой в своем роде в Германии. Мост высотой в 256 футов и длиной в 630 ярдов состоит из 27 арок и изначально задуман как железнодорожный путь между регионами Саксония и Бавария. Самое поразительное, что для создания моста решили использовать кирпич – весьма необычный материал для тех времен. На его создание ушло более 26 миллионов кирпичей. После завершения строительства и открытия, мост стал самым высоким железнодорожным мостом в мире, а самым большим кирпичным мостом он остается и в наши дни. И несмотря на свой возраст, Гельштальский мост остается важной частью скоростной магистрали Дрезден-Нюрнберг. Пондюгар А что если я скажу вам, что существует мост, который простоял не просто 200 лет, а почти 2000? Этот древнеримский акведук был построен в середине первого века н.э. и использовался для переноса воды с реки Наплата-Ним. Пондюгар стал самым выдающимся инженерным достижением своего времени, дошедшим до наших лет. Его длина – 300 ярдов, высота – 160 футов, а состоит он из трех арочных ярусов, что делает его не только функциональной конструкцией, но и одним из символов римской архитектуры. Акведук был построен с использованием специальной технологии, которая позволяла поддерживать постоянный наклон для течения воды. Несмотря на свой возраст, мост отлично сохранился, пройдя революции, войны и природные катаклизмы. Сейчас акведук Пондюгар является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Мост продолжал функционировать до Средневековья, а его реконструкция и сохранение стали важным шагом для изучения римской инженерии. От самых странных до самых величественных мосты поражают нас своими формами, размерами и технологиями. Некоторые выглядят, будто взяты прямиком из книг по научной фантастике, а другие – как настоящее произведение искусства. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok